всем привет я рада что вы зашли на мой канал сегодня у меня традиционное видео понедельника хочу начать сегодня показ со своих покупок на этой неделе мне их было ох как много не знаю что со мной случилось какое-то затмение сейчас вернулась из пункта выдачи заказов и сразу делюсь вами своими 1 . итак купила 3 моточка носочной пряжи вот такой итальянской я уже покупала эту пряжу в другом цвете вишневым бордовым а теперь взяла вот сиреневый изумрудный и бирюзовый мне кажется они между собой хорошо сочетается плюс у меня еще останется пряжа и от предыдущих носочков можно их комбинировать между собой у меня получится по одной целой паре из каждого матка и также буду потом комбинировать остатки может быть какой-то фэмили лук допустим мужские носки я добавлю больше вот такого бирюзового цвета там женские сиреневый в детский зеленый остатки уже буду распределять на полосочки на резинке пяточки мысочки ну вот что-то буду кумек идти придумывать и так мне кажется будет даже веселее вязать нежели я вязала вот носки из предыдущего видео когда одна пряжа вяжешь себе вяжешь это очень скучно нудно а так уже как-то процесс будет более разнообразной увлекательный как мне кажется но я люблю комбинировать вот на этот случай у меня есть вот такие три моточка но это конечно же не все мы такие носочные пряжи которые у меня появились моя коллекция сейчас еще новенькая пряжа будет купила еще два вот таких моточка это гималайс окс также носочная пряжа но в полосочку мне понравилось расцветка я вот хотела купить у этого продавца посмотреть толщину пряжи там много и других расцветок которые мне понравились и я вижу что пряжа неплохого качества так пухленькая можно брать наверное возьму и другие расцветки хималайс окс сразу не стала заказывать все а вот вначале решила посмотреть вот видите вот где уже кончик такой не намотан и он вообще пухленький прям пушистенький все надо брать хорошая пряжа сейчас наверное еще закажу и мне нравится когда пряжа приходит в двух мотках чтобы вязать параллельно два носочка и конечно же мне получится из этих двух мотков три пары носков на взрослую ножку на если детский то конечно же и того больше а если еще вязать методом helix то и подавно так это вот хималайс окс и вот такую пряжу я взяла первый раз ланоса супер мирина давайте скажу цвет у этой пряжи цвет 140 04 так а это пряжа 100 граммах 400 метров но это классический носочный метраж составе также 75 процентов шерсти мериносовый супер ложь значит можно стирать машинная стирка 25 процентов полиамида чтобы носочки были попрочнее и не так быстро стирались и цвету этой пряжи наверное 604 вот этот имеется ввиду я видела какой получается узор в раскладке именно из этой пряжи мне понравилось и я заказала в этом цвете вот там также много красивых и других расцветок и я вот теперь не знаю вот на ощупь она приятная я хотела ее также вот пощупать лично с ней познакомиться потом уже до заказать и другие расцветки ну вот на первый взгляд если вот подтянуть да нет не совсем она тоненькая надо попробовать повязать но мне кажется хорошая пряжа должна хорошо вязаться наверное еще закажу вот ла носа супер мерино я прям рада когда моя коллекция носочной пряжи пополняется поэтому в дополнение своей коллекции купила еще вот такую пряжу ну такой я уже покупала у меня она и есть наличие несколько мотков но я еще докупила была хорошая цена на вал берез и вот эта расцветка именно так это пряжа ализе супервож комфорт цвет 44 47 я осенью связала три пары носков и они сразу у меня продались поэтому я еще купила я знаю что это расцветка пользуется спросом многие хотят чтобы я связалась этой пряжи но у меня как-то времени не хватает все и поэтому пусть это пряжа также будет у меня в запасе думаю что к осени я больше буду уделять внимание все-таки вязанию носков и поэтому буду вязать вот такую расцветочку наверное ближе к осени что касается пряжи новиночек это еще не все купила также пряжу вот такой моток ализе cotton gold это полу хлопковая пряжа буду вязать из нее лягушку цвет 126 составе 55 процентов хлопка 45 акрила но мне кажется то она очень очень яркая я хотела купить yarnart джинс цвет похожий по моему 69 но его не было в магазине в рукодельном у нас рядом с домом купил эту ну ту пряжу я заказала на волдырис и вот не знаю подожду ли там пряжа когда приедет или уже из этой пряжи начинать вязать лягушечку не слишком ли она яркая но хотя яркие игрушки больше привлекают на ярмарках взгляды может быть и из этой пряжи буду вязать по составу и по толщине нити эта пряжа такая же как и yarnart джинс наверное из этой начну вязать хочется мне повязать лягушечек мы хотят а пряжа тоже скоро уже придет так вот зашла и в магазин за зеленый лягушачий полухлопковой пряжей и и там не оказалось кстати в другом магазине в который я также ездил ее не было ну что вы думаете я расстроилась конечно же нет купила другую пряжу не знаю зачем но очень она мне нужна также она была по скидке эту пряжу я купила для вязания игрушек конечно же спицами но не только спицами вот в разных расцветках так что я решила вот из этой пряжи я буду вязать зайчиков спицами этот свет 152 нового лизы у них цвета повторяются если мы возьмем даже комфорт сок сто пятьдесят второй цвет также будет вот такой оттенок имейте у них из одного артикула в другой номер цвета повторяется и вот такая пряжа цвет 695 у них наверное осталось по моему моточков и они может быть потому что это зимние пряжи и к лету они распродают купила на игрушечке вот это а из этой пряжи вот она хорошо также сочетается между собой вот такой канарейка терракот и болотный хаки не знаю как назвать давайте также по расцветкам скажу вот этот зеленый двести тридцать три вот этот кирпичный цвет 36 и вот этот шафран его наверное можно назвать color 02 и я думаю может быть повязать вот с таком сочетании варежки или и митинги мне кажется красивые будут такие нарядные рукавички на зиму так что также можно вязать и кофточки игрушкам ниточка толстенькая сколько здесь метра двести пятьдесят метров на 100 грамм спицы рекомендуют 45 миллиметров ну конечно же четверочка я не буду вязать а скорее три с половиной троечка может быть вот и купила в этом же магазине вот пряжа alize cotton baby еще никогда не покупала да нет у меня было наверно маленький моточек cotton baby 50 граммовый а это 100 грамм моточек цвет 98 такое бежево-пудровый 100 граммах 270 метров то есть 50 граммах получается у нас 135 она ведь мне кажется она да может быть и потолще чем наверное джинс в составе здесь у нас что также 50 хлопка 50 акриона немножечко побольше хлопка мне кажется такой цвет хорошо и для платьев игрушкам ну и также вязать куколок ручки ножки такой телесный цвет такие смугленькие куколки получится вот такая у меня еще новиночка и также по хорошей цене наверное это были остатки я купила на вал берис по 2 ма . пряжа вами плюшевая пряжа цвет сиреневый так заклеим 924 на зайчиков и цвет серенький вот такого нет свет так светло-серый называется по 2 ма . 904 это у меня будут плюшевые игрушки наверное на этом я с плюшевой пряжи остановлюсь у меня я уже очень много набралось скопилось нужно ее как-то перевязать как-то все равно плюшевые игрушки это больше у меня будут в летнем ассортименте для ярмарок так все с пряжей на этой неделе у меня покончено больше я надеюсь но в заказе то у меня есть но это я вам покажу в следующий нужно мне как-то научиться становиться и не заказывать пряжу все говорит себе стоп хватит так что еще сейчас я принесла это конечно же открытки это сейчас с вами распакуем даже сама не знаю что здесь есть так это подарок календарик посмотрите какой миленький очень приятно такие подарочки получать правда же это спасибо за заказ такая благодарственная открыточка и вот такой набор открыток так как сейчас у меня процессе в основном я вижу зайчиков чуть позже я покажу новых своих зайчиков мне вот эта коллекция очень понравилось как они с обратной стороны красиво сделаны посмотрите какая прелестная такие они шершавенькие приятные на ощупь так парочка и под старину я их ставлю себе в рамочку наверное и будут украшать мой рабочий уголок да с обратной стороны не все одинаковые ретро открытки первые печатные иллюстрации биатрис поттер 1890 год представляете какую красоту рисовали даже не в прошлом веке позапрошу прелестные открытки мне они прямо очень нравится очень хорошенький я прям рада что их купила и вот такой наборчик что же здесь также это большое спасибо за покупку но очень приятного что-то стараются продавцы для по своих покупателей вот такая девочка огородница или какой-то эльфик так как эти называются то не снупи из головы вылетела не смурфики может написано чтобы я голову него муми тролль точно он бывает же заклинит вот такая тоже милая открыточка но это я буду в подарки уже вкладывать наверно дюймовочка воробей и я так как художник интересный это один и тот же долина одинокого художник один тайна гамма френы и катушки ниток даже не знаю что это за героиня надо посмотреть в интернете тоже тут катушечки рукодельные такие открыточки это как-то из другой серии не знаю как-то в набор анял не очень подходит но у меня из-за этих открыток даже я не из-за этой открытки купила вот именно из-за этих вот трех открыточек алина одинокого да можно в инстаграм также найти этого автора и посмотреть ее иллюстрации этот лягушечка понравилось ежик у меня есть кстати квадратные рамочки наверное даже три штучки может быть и их ставлю вот так они будут у меня над столом здесь висеть прелестные так это что касается открыток но как вы заметили без них у меня ни одно видео уже не проходит далее также я приобрела вот такой комплект упаковочных домиков но к сожалению не очень маленький но я и знала что они маленькие но я даже думал если они мне не подойдут для упаковки игрушек буду использовать их для декорации когда я буду фотографировать игрушки размер их по донышку одиннадцать с половиной на одиннадцать с половиной квадратная донышко а высоту но это от нее за домика и до верхнего уголочка 23 сантиметра но игрушку и конечно же в самый сочек не смогу засунуть даже если вот такую куколку вот я вставлю в домик чтобы отправлять максимум конечно сюда куколка там сантиметров 18 какая-то игрушечка или зайчик но мне кажется очень будет приятно получить игрушку вот в такой подарочной коробочки в таком домике не буду пока их распаковывать здесь их пять штучек взяла пока в таком количестве или 3 подождите может быть три даже наверное три домика попробовать получится мне такие игрушки в таком размере вязать может быть у меня какие-то уже есть надо померить сейчас вожу домик и посмотрю как будет помещаться игрушечка сюда может быть мы можно будет посадить какую-то мягкую плюшевую игрушечку и так как мне нравится упаковывать я также придаем большое такое внимание и упаковочной бумаге посмотрите какая красивая мне в этот раз попалась это я покупала уже в магазине не на вал берез а магазин оффлайн такие лисята цветочки миленькие стежки дорожки мне нравится такая лесная тематика и вот такие котики тоже очень нарядная бумага деткам мне кажется понравится также разворачивать свои подарочки когда им будут родители дарить или родственники такие 2 ворончика бумаги у меня в новенькие упаковочные также купила ленты целую такую бобинку раз 25 штучек оттеночки мне понравились это буду бантики делать зверятам ну и также перевязывать когда я упаковываю воротнички ленточки подбираю по цвету упаковочной бумаги пусть будут у меня как-то ленты по заканчивались уже вот я решила также что мне это нужно в моем арсенале и два набора бумаги для скраббукинга серия стиль рустик и стиль винтаж сейчас я распакую их чтобы не шуршать вот такая бумага для чего я ее купила ну во первых такая бумага красиво смотрится как фотофон как декорации при фотографировании как реквизит для фото можно положить салфеточку воротничок и рядом украсить вот таким листиком и фотографии уже будет более колоритная атмосферная вот так листья листики смотрятся с обратной стороны каждого листика наверное по 2 они двусторонние это одна у меня такая мысль как использовать такую бумагу вот а другая мысль у меня какая за то что мы стоим на ярмарке нам нужно проводить мастер-классы с детьми и я думаю как вариант можно такой мастер-класс провести делать из такой бумаги подарочные конверты можно сделать трафарет конверта чтобы дети прикладывали обводили склеивать такие красивые конверты и потом чтобы украшали его наклейками очень красивая нежная бумага но посмотрите как вот красиво она будет смотреться на фотографии вот даже на видео если я буду снимать вот такие видео на столе если я положу такой листик тоже будет так а вот эти два листика разные уже видите можно уже вырезать готовые какие-то элементы и украшать конверты и каждый ребенок уже с мастер-класса будет выходить с готовым изделием именно с конвертиком подарочным может сам подписать маме бабушке или использовать для хранения каких-то своих секретиков и прелестная бумага можно наклейки складывать такие будет конверта но уже ребенок сам выберет как ему использовать так это серия винтаж очень красивая бумага и вот такая серия рустик у меня есть такая бумага и как вы может быть уже кто-то занял же использовала такие листья бумаги для своих видео с этой стороны в клеточку а с этой стороны вот другой рисунок так и вот эту серию давайте рассмотрим эта серия называется рустик с этой стороны горошек с этой стороны листочки симпатичные вот зеленый вот я хотел свою полку в магазине обклеить в такой бумагой в зеленом цвете вот такой можно на низ полочки постелить как паркет на очень даже вот нежный здесь розочки но прелесть так я может быть конечно много времени вашего занимаю давайте побыстрее очень красивая 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 вот даже оттенки разные это больше в синяя это больше болотный цвет и тут также вырезать уже элементы я как-то хотела одно время заниматься скраббукингом и купила специальные альбомы на кольцах ну вот лежат они когда я все это буду осуществлять даже не знаю такая бумага у меня новая ну а теперь перейдем к самому интересному в одном из своих видео а может быть не в одном я показывала вот этого всеми любимого зайчонка я его уже давно связала он связан у меня на заказ и к нему я связала подружку этот зайчик мальчик и теперь у меня появилась новая игрушечка вот такая девочка я уже вязала таких зайчиков вы их видели связала теперь в других цветах и они у меня получились хоть и связаны по одной схеме если вот так их поставить мальчик повыше вот их прижимаю а девочка пониже ну прям парочка парочкой с чем это связано я даже сама не знаю или потому что я вязала взяла другой крючок первого зайчика я вязала скорее всего я уже не помню крючком также 2 миллиметра как и этого зайчика только другой фирмы а этот зайчик у меня связан крючком 2 миллиметра от тулип и он получился поменьше ростом но вот как раз как и нужно в паре мальчик немножко повыше а девочка пониже ну прелестная такая парочка так мальчика не будем рассматривать а девочку давайте поподробнее такой фартучек у нее это все снимается так на завязочках вот такой передник далее платится сделала на красные пуговички под башмачки башмачки такие с перепон очкой чтобы они не слетали но они и без перепонки держались бы хорошо на ножках мне кажется она такая нежная у нее расцветка такая платье светло светло бежево-пудровая и чтобы как-то образ ее сделать поярче я сделаю и красные туфельки и красную пуговку единственное что платье снимается через голову небольшой здесь разрез следующий раз я когда буду вязать сделала немножечко побольше разрез чтобы можно было снимать платье и через ножки через попку сейчас не буду пока снимать вот такие панталончики но они не съемные цель на вязаные и кружавчики вывязала по низу штанины и по верху это вяжется по принципу как мы с вами делали рюшечку на курочках но это еще не все сейчас я переодену у меня готов для нее и второй комплект одежды у меня готово но вот такая красавица модница переоделась я взяла на кофточку нежно-салатовую пряжу чтобы они кофточка сочеталась с юбочкой юбка земляничку но из этой ткани я уже шила платье для другого зайчика и туфельки хорошо подходят под юбочку посмотрите какая нарядная куколка заюшка получилось дети любят переодевать своих игрушечек на кофточке этот сделала крылышки кстати повязочку еще на голову связать я просто не успела к видео это сделать но обязательно сегодня я доделаю этот элемент гардероба так переодевая в основной и и наряд вот в этот сейчас быстренько кстати эту юбочку можно использовать и как подъемника она немножечко выглядывает из-под подола и также хорошо сочетается с туфельками и получается новый наряд опять же фартучек сейчас не будем на нее надевать все она похозяйничала и теперь идет на прогулку а чтобы выйти на улицу нужно немножечко утеплиться я для этого связала вот такой бактус из полушерстяной пряжи он такой мягенький приятный пушистенький на уголочках сделала такие помпончики посмотрите как можно завязать впереди этот платочек или повязать на голову вот так я уже примеряла посмотрите какая она миленькая получается так что пусть будет и такая косыночка вот и можно также переобуть тапочки сделал вот такие ей темно-зеленые лесного цвета башмачки также на смену этим красным на улицу можно и такие калоши обуть это дождливую в холодную осеннюю погоду или зимнюю слякать но раз она пошла на улицу просто так же она не будет время терять она зайдет на базар и купит овощей а для этого она возьмет с собой это заюшка авоську вот такую корзину я сделала здесь донышко из картона ну нужно найти мне пластик бежевого цвета потом и вырезать сюда на дно но пока картон очкам я здесь как трафаретик лежит такая корзинка а что она на рынке будет покупать что любят зайки кушать ну конечно же капусту и морковку морковку наверное еще одну свяжу придет домой также повяжет свой фарточек и будет готовить вкусный ужин своему мужу вот такие у меня игры вот так вижу и играю мне кажется деткам очень такие игрушки нравятся но эти зайчики меня связаны на заказ сейчас также мне нужно сфотографировать их и отправить заказчику вот такой комплект у меня получился единственное что я хочу еще сшить вот этому зайцу папе штаны вязать я их не буду а может быть какие-нибудь шортики свяжу ну посмотрю нужно чтобы все сочеталось еще между собой вот такая парочка семья зайцевых у меня получилось сама вижу любуюсь играю с ними разговариваем очень мне нравится этот процесс напишите в комментариях любите ли вы вязать такие игрушки чтобы была сменная одежда наборы разные обуви аксессуаров там в описании к этому зайцу было еще как связать пирожное торт кейк на торт это описание на английском языке иностранный мастер-класс он платный поэтому я пока кто у меня спрашивает не могу им делиться так это что касается моих игрушечек и так как мы сегодня идем на футбол поэтому я тороплюсь записать это видео как вы знаете я живу в воронеже у нас футбольный клуб факел символ нашей команды это бобер вот связала еще два брелочка точнее три третий брелочек я отвезла на полочку магазин вот такие брелочки у меня появились сейчас я прицеплю их на сумочку и пойдем болеть за наших сегодня факел играет зенитом хотя зенит тоже синие белые не знаю кто в каких футболках будет сейчас прошел мужа но у меня есть и белые футболки бобер и в синий так чтобы будем надеяться что они нашей команде немножечко окажут поддержку как талисманчики вот такие у меня рукодельные новости как видите готовых работ немного но на прошлой неделе я вам показывала свои изделия в середине недели не так прошло много времени видео вышел в четверг сегодня понедельник до три дня прошло но я считаю хороший результат также у меня получился и за эти три дня тут были праздники пасха также великий праздник мы отметили все и я вам показала свои готовые работы на этом я буду с вами прощаться всего вам самого доброго вяжите с удовольствием 7 ровных петелек и до новых встреч